В ДГТУ состоялась встреча руководства города Ростова и Ростовской области с молодежью, работающей на предприятиях региона. Заместитель губернатора области Игорь Гуськов, Донской министр промышленности и энергетики Александр Гребенщиков и мэр города Ростова-на-Дону Михаил Чернышев ответили участникам встречи на вопросы, выслушали предложения, дали советы относительно трудоустройства. Руководители крупнейших предприятий региона, таких как заводы «Невс» и «Роствертол», которые присутствовали на встрече, предоставили актуальную информацию по заработной плате, наличию рабочих мест и перспективах работы для технических специалистов. Участников прежде всего интересовали вопросы карьеры и трудоустройства. Студенты первокурсных, которые приходят сегодня, в следующий год, через год, где им работать по двума площадки медиапарков, которые строятся? Мы собираемся сделать на территории ДГТУ, используя как партнера IT-центр и IT-лицей на базе Донского государственного технического университета, где дети, начиная с 7 класса, в интернатном режиме будут по этой специальности готовиться к поступлению в ВУЗ на эти специальности. И будет создан мощный IT-центр, новый, современный, который позволит на территории этого центра размещать большое количество, сотни фирм, которые будут заниматься IT-отраслью. И, естественно, специалисты вашего профиля здесь будут также востребованы и задействованы. Кроме того, активно обсуждалась потребность предприятий в универсальных кадрах, жилищные вопросы, транспортные проблемы города, строительство метро и подготовка к Чемпионату мира 2018 года. Светлана Васильева, Яков Кардо, ДГТУ-ТВ Мы находимся на высоте. Над нами яркое южное небо, а под нами спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга». И снова здравствуй, райский уголок на земле. В спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга» приезжают люди всех возрастов и со всех уголков нашей необъятной Родины. Здесь они могут поправить свое здоровье, заработать прекрасный бронзовый загар и зарядиться положительными эмоциями на весь оставшийся учебный или рабочий год. «Радуга» – это просто рай. То есть самые лучшие курорты, самая лучшая столовая, самый лучший лагерь. Все просто супер. Я приехала первый раз и очень этому рада. Я обязательно приеду сюда, вернусь в следующем году. Эмоции просто потрясающие. Мне здесь очень нравится. Все супер, все здорово. Может быть, в раз и лучше. Пока огромное количество отдыхающих нежатся под лучами горячего южного солнца и купаются в теплом Черном море, целый отряд студентов обеспечивает качественный отдых всем отдыхающим. Это отряд сервисного обслуживания ДГТУ. Сейчас мы в столовой «Радуге». Работа на пищеблоке непроста. В «Радуге» отдыхает до полутора тысяч человек в смену. А это значит, что именно на столько отдыхающих три раза в день надо приготовить обильные столы из трех, а то и четырех блюд. Работаем нелегко. График работаем день через день, с шести утра, потом с четырех до полшестого перерыва и до девяти-десяти вечера. Тяжело, но мы все успеваем. Отдыхаем, гуляем, дружимся. Отлично. Положительных моментов больше, конечно, чем отрицательных. Плюс в том, что все мы очень быстро сближаемся, то есть все друг к другу стремимся помогать. Здесь очень интересно. Всегда буду ездить, пока будет возможность. Расскажите, что сегодня ждет нас на обед? Сегодня наших обитающих ждет вкуснейший фарфи-компот, пюре. Очень много блюд, разнообразных, все. И, конечно, после такого питания, как у нас дома, мы очень много всего. Не возникает необходимости перебегать к общепиту, кафешкам различным. Порции довольно-таки насыщенные, этого хватает для активного образа на море. Огромная ответственность лежит на плечах студентов-спасателей отряда. Плавец с моем за руками. Возвращаемся в акваторию пляжа. Основной задачей спасательной службы ДГТУ, спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга», является помощь отдыхающим на воде. И основная задача – это предупреждение несчастных случаев, профилактическая работа. Это ознакомление отдыхающих с правилами поведения на воде, выполнение их правил поведения на воде. Ну, дисциплина, чтобы отдыхающие не заплывали вне, за буйки, за акваторию пляжа, чтобы они купались в строго отведенных местах. Работа, конечно, сложная. Я первый раз. Ну, мы справляемся, все хорошо. То есть работаем. Расслабиться здесь не получается, конечно. Хоть это и море, как бы это ни звучало. Можно сказать, что нравится работа. Собственно, здесь бы я не работал, если бы мне не нравилось. Наши действия непосредственно все известны нашей команде. В первую очередь, это излечение пострадавшего из воды, в первую очередь, за минимальное время. Команда оснащена всем необходимым. Это ласты, это дежурная шлюпка на воде. Команда оснащена рациями, связью. И в течение буквально двух-трех минут, максимум пяти минут, излечь пострадавшего и оказать ему первую доврачебную помощь. Курсы проходили в ДГТУ. Проводили курсы МЧС. И нормативы были плавание на скорость разными стилями. Кроль, брас, ботерфлай. Вот, под водой и ныряние. То есть манекен был на глубине четырех метров. И мы его доставали. В команде спасательного отряда работают обученные спасатели. Это спортсмены-разрядники. Это, как правило, сборная высшего учебного заведения, то есть ДГТУ по плаванию. Это пловцы, спортсмены-разрядники. Они все прошли обучение по специальной программе при центре МЧС ДГТУ. Сдавали соответствующие нормативы. Прошли первичную медицинскую подготовку. Прошли подготовку по спасению на воде. И сдали нормативы. Все, кто прошли успешно эту подготовку, они сертифицированы, обучены. Были практические занятия. И здесь работают, я считаю, студенты, готовые в каждую минуту оказать помощь любому пострадавшему. Не только на воде, но и на суше. Есть на побережье красивые места, но летом почему-то приедем мы сюда. Радуга, Радуга, но летом почему-то приедем мы сюда. В студенческом оздоровительно-спортивном комплексе «Радуга» есть те, кто ежедневно и ежеминутно обеспечивает наш качественный отдых. Именно благодаря этим людям мы набираемся сил перед новым учебным и трудовым годом. Мария Якушечкина, Никита Кардо, Яков Кардо, ДГТУ-ТВ На прошедшем в Туле втором международном кубке Малахова и девятнадцатом чемпионате России по воздухоплавательному спорту команда нашего университета представила весь Южный федеральный округ. Всего в соревнованиях приняли участие 33 экипажа из четырех стран. Литвы, России, Латвии и Украины. Спортивный клуб ДГТУ «Донское небо» занял 20-е место. Для первого раза это несомненный успех. Клуб воздухоплавания в нашем университете открылся меньше полугода назад. И участие в международных соревнованиях уже на таком раннем этапе открывает множество возможностей для молодых спортсменов. Следует отметить, что ни в одном другом российском ВУЗе нет подобного клуба. В связи с этим президент Федерации воздухоплавания России Леонид Тюхряев отметил наш экипаж, сказав, что клуб «Донское небо» вносит вклад в популяризацию и развитие воздухоплавания в России, вовлекая в занятия этим видом спорта студентов. В сентябре клуб ДГТУ «Донское небо» распахнет свои двери для первокурсников и всех неравнодушных к полетам студентов, чтобы на следующие соревнования экипаж отправился вместе с новичками в расширенном составе. Почему начал курить? Может, от того, что заняться было нечем. Как бы в компании затянуло понемногу. Просто нечего делать. Все курят, а я курю. Ну, попробовал сначала в детстве. Мне как бы понравилось. Я теперь не могу бросить, но очень хочу. Жизнь заставил. Потому что был молодой, ничего еще не соображал. А старшие ребята научили курить. Коляска с ребенком стоит, и вы курите. Ребенка вы трапите. Ну и что? Вот и все. Любовица, скорее всего. Маленький был, молодой. Ну, если честно, то сдуру. Субтитры сделал DimaTorzok